Всем привет, это экспериментальный выпуск. Мы сегодня с моей женой хотим записать что-то в виде подкаста, интервью. Как пойдет? Мы подготовили несколько вопросов друг другу и попытаемся на них ответить. Поехали? Поехали. Представься. Меня зовут Надя. Я жена твоя. Спасибо. Да. Давай я начну. У меня вопрос будет, мы все-таки в эмиграции, поэтому нам нужно рассказать о себе. Расскажи мне, как ты вообще согласилась поехать сюда? Наверное, это было очень долгое решение, потому что на протяжении нескольких лет ты смотрел там разные видео на ютубе, как кто-то там переезжает, как работают мальчики. И, ну, мы с тобой вместе это смотрели. И ты, ну, постоянно периодически задавался такой вопрос, там, а что если? Не было? Нет, я говорил, что я хочу переехать. Да, ну, вот. Поэтому как-то, может, мысли были, как-то на себя это все проецировало, то что, а если вот мы переедем, как там будет? Вот, потом у меня начали там в Инстаграме попадаться девочки, которые переехали, я начала это все смотреть, как-то это все так тоже обдумывать. И когда ты у меня спросил, это был сентябрь? Октябрь, по-моему. Конец сентября, начало октября. Да, да, да. Потому что у нас был месяц, чтобы собрать. И ты сказал, если ты скажешь да, то мы поедем. Я говорю, да. Ну, наверное, это было очень... Только это было потом так, ты уверен? Ты уверен? Да. Да, да, да. Вот. И мы начали собираться. И там прям до этого, если это все было, как-то еще было год назад, тоже такое, а может, там, попробуем, а может. Мы думали сначала, там, как-то визу сделать. Да, 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 мы связывались с этим. Да, и как-то мы тоже так все так начали, начали, начали связываться, и потом это все остановилось, потому что визы не выдавали. А война началась? И тогда это все, да, война началась. Война началась, когда мы хотели сделать визу, точно, это было в этот же год, да. Да, это было в январь, февраль. Да. Мы тогда еще... Паспорта сделали себе. Паспорта сделали себе. Да, и пытались оформить визу. И вот тогда это приостановилось, и как бы, ну, и ладно. И потом это все, мы вернулись к этому в сентябре, и ну, давай попробуем. Ну, это было легко тебе? Решение принялось? Да. Потому что мы как бы много об этом думали, смотрели видосы и так далее, да? Да, это уже как-то было. Хорошо. Скажи, вот у нас переход был, мы были в Турции, сначала мы поехали в Турцию, там, 10 дней, потом поехали в Мексику, в Тихуану, в Мехико. Расскажи вообще, что из вот этого всего трипа тебе запомнилось больше всего, там, какие эмоции вызвало, либо просто запомнилось как интересное что-то? Ну, больше всего мне запомнилось, наверное, Турция, потому что в Турции мы были 10 дней, и у нас это был такой еще отдых, то есть мы тогда отдыхали, ходили там по магазинам, ездили смотреть всякие достопримечательности, то есть это как бы переход был где-то еще далеко, то есть мы как-то все это было еще, ну, это не скоро, это еще не сейчас, как бы еще надо, потом, когда мы прилетели в Мексику, когда мы были в Мехико, тоже мы сначала заболели, это тоже было как-то, ну, еще нет, еще нет, и вот когда мы уже прилетели в Тихуану, когда ты пошел там покупать машину, тогда вот это уже реально, когда особо никуда не выйдешь, потому что страшно выходить было. Момент из этого всего запомнился? Ну, то есть что-то такое, которое прям отложилось из всего вот этого периода, там, месяца? Ну, такого прям что-то было. Нет. Ну, я расскажу у меня, у меня запомнился момент, когда я поехал на такси, когда мы только прилетели в Тихуану, мы переночевали в отеле, на следующий день я утром поехал на такси смотреть границы. Помнишь, я сначала на одну границу поехал, потом на вторую, и я стою перед, по-моему, это было Санна Сидро, самая большая, которая. Я стою на мосту и смотрю такой, думаю, господи, как я это все сделаю? Ну, наверное, тебе было сложнее, потому что я была с ребенком в отеле, как бы, и для меня это все было, ну, я это все не проживала вот так вот от первого лица, то есть я все равно шла за тобой. Ну, может быть, да. А тебе, как бы, у тебя было больше ответственности, тебе нужно было все вот это вот. То есть мне сказали в это время, мы летим, я все, мне главное было собрать ребенка, чтобы у ребенка было все, что нужно. А у тебя, как бы, была головная боль, наверное, ну, она была больше. А я, как бы, шла просто вот. Мне сказали идти, я пошла. Ну, да. И все. Мне главное, чтобы было там, чтобы ребенок был накормлен, не так, как мы с тобой даже, чтобы ребенок был не голодный, чтобы он, не дай бог, не заболел, чтобы вот это не было никаких сложностей. Огромную, которую мы везли. Да, но пригодилась, даже уже здесь она пригодилась. Так половина там уже пропала всего, то, что мы привезли сюда. Надо перебрать. Да, надо перебрать нам все. Мы там отсрачки набрали, набрали от горла, по-моему, да, такие чисто. Ну, причем антибиотики мы... Один только. ...не взяли вообще, да. Как-то мы не подумали, мы взяли такое все лайтовое, которое можно покупать, в принципе, в любой стране вообще без рецепта. И мы этого набрали все. Мы тоже, потому что мы смотрели видео... Мы, по-моему, смотрели, что там типа не пускали с антибиотиками, если много брать. Да, да, да. Поэтому, наверное, лучше было, чтобы это было что-то одно маленькое, вроде бы так. Ну да, мы были ограничены в объемах того, что мы с собой берем, потому что мы отправляли чемодан из Мексики в Филадельфию. И поэтому нам нужно было убрать лишнее, не брать игрушки, а игрушек много, и развивашки, и там Надя все хотела забрать. Ну, чтобы ребенку было в нашей поездке максимально можно было его чем-то занять. Ну, это да, это плюс, конечно. Мы ему там выдавали то есть новое какое-то событие, мы там летим куда-то, мы ему выдаем что-то новое, чтобы он хотя бы был как-то занят. Да, в этом плане. Для меня было самое страшное, когда уже на границе у нас отобрали паспорта. Это когда мы переехали пупырки? Да. Вот это было самое, мне кажется, самое было страшное. Нет, ты что? Для меня, да. Когда я переехал эти пупырки, жопа в Мексике, морда в Америке, переехали пупырки, он говорит, что вы такие паспорта ваши, давайте. Я ему такой, пожалуйста, забирай. Мы, говорю, из России мы хотим Асайву. Вот это было для меня все. А для меня это было... Ты думала, что нужно плакать именно тогда. Надо было плакать, когда мексиканские полицейские останавливали. Ну да. Нет, на самом деле, вот весь переход, он... Ну, мы знали, что он нас ждет, да, что мы сейчас придем к границе, нас там посадят на несколько дней либо там на несколько часов. Все. И самое... Самое такое уже началось. Сложное, когда мы сюда приехали. Понимали, потому что, что нас ждет, а здесь уже... за шагом мы знали, так, потом ковид-отель, потом... Розовые очки сразу. Да, потом мы сюда прилетим, потом все. И когда мы прилетели сюда, еще погода такая, все серое, холодно, мы в отеле, и ничего, и перестало вообще получаться все. Да. То есть на этом этапе у нас все облом... Ну... Все посыпалось. Да. И вот тогда сразу розовые очки светились. Да, жилье снять нельзя, машину купить можно, но на себя оформить нельзя, нужны документы. Здесь у нас никого нет, то есть у нас здесь есть поручитель, они как бы предоставили просто нам адрес, куда корреспонденцию можно получить. На этом все. Поэтому как-то нам двигаться нужно было... Ну да, у нас не было так, что у нас есть какие-то родственники, у которых мы можем там... Да, да, да. Не родственники, грубо говоря, не друзей близких, у которых можно остановиться, поэтому было сложновато. Ну, оно же все такое, оно временное, тогда оно, конечно, сильно по тебе бьет. Ну да, когда еще там звонят родственники, ну что, ну как, ну что, ну как, вроде как нельзя сказать, что ничего не получают, просто скажут, а что тогда там поехали? Да. И все. И как это вот? Тем более деньги, они, ну, мы их немного взяли, и они кончаются, а нужна какая-то подушка на случай каких-то проблем, поэтому деньги улетали в отель быстро. Прямо там за две недели мы заплатили, ну сколько, по 110 баксов в день, две недели мы там прожили, пожалуйста, по полторы тысячи почти все выкинули. А тогда еще это казалось, что это такие, ну, достаточно большие деньги. Это невероятные деньги. Это сейчас как бы, ну, уже ты более-менее так, ну, к ним относишься. Да. Не так, а тогда это было просто, просто 100 долларов, это то, что ты там в отеле живешь, это казалось, что, да, когда мы за такси отдали уже 115, мы долг, я такая, господи, куда мы, тогда, мне кажется, мы уже взлетели. Такси, конечно, прям вывело почву из-под ноты. Хорошо. Где ты сейчас работаешь? Я работаю в детском суду, в русском детском суду. В русскоговорящем, наверное. В русскоговорящем, да, я бы, да, не сказала, что, ну, есть же все равно, есть американские суды, которые государственные, есть частные. А ты где тут видела государственные? Есть. Они работают до трех часов дня. Это при скул? Нет. Там также дети. Там с года до трех лет, до пяти лет. Я думал, что это все частные все. Ну, понятно. Ну, расскажи, как тебе нравится, не нравится. Ну, когда я только устроилась, то есть я, сколько, несколько месяцев я была дома. В каком месяце ты устроилась? В мае. В мае. То есть мы прилетели в декабре, грубо говоря. Да, я устроилась на работу в мае. И для меня это тогда был как просто глоток свежего воздуха, потому что я начала общаться с другими людьми, не только с ребенком там и с тобой. Ну да, учитывая, что ты перестала работать еще до ребенка, до рождения ребенка. Да, и для меня это было новые люди, новые знакомства, как-то, ну, подружились с некоторыми девочками, у них тоже дети. Вместе стали, это еще стало, ну, лето наступило, мы стали больше гулять, потому что до этого в зимний период мы тоже особо никуда не ходили гулять, потому что машина была у нас одна, на улице холодная, мы не знали вообще, площадок здесь нет поблизости, то есть нужно куда-то ехать. Мы так, то есть вот эти вот всю зиму и весну мы ездили только вот в магазин и за ребенком в сад. И в бак-тональдс, да. Вот, и все, то есть я не знаю, как на самом деле я так легко переживаю этот период, потому что наверное можно было бы впасть в депрессию. Да, ну нет, ну здесь депрессия накатывает каждый месяц. Нет, ну а вот так вот одна дома, да, ребенок в саду, ты на работе, никуда мы не выезжаем, ну как бы ты сидишь, ну наверное как-то мне это легко давать. Вот, и когда я устроилась в детский сад, мне сначала все казалось таким, все так классно, все так, это и столько денег много платят, а сейчас такой думаешь, господи, что я получаю вообще копейки какие-то? Да, хожу просто, чтобы ходить, да? Да, а тогда это оказалось, что я прям вообще молодец, а сейчас хочется уже больше, ну потому что... Да, и запросы растут, потому что... Не в том плане, что запросы, типа мы хотим тут жировать, а в плане просто, ну чтобы жить и чтобы еще что-то мочь откладывать, то нужно много денег зарабатывать, а это сделать сложно в последнее время, потому что кризис и наших тут много. Налоги мы стали платить. Налоги, да. Ну налоги там, ладно, мы еще за тот год ничего, что я не заплатили, но все равно уже в этом году он начал. Ну да, нам налоги, конечно, заберут. 23% налог надо платить со своей зарплаты. У него сколько? 14? 14. 14 долларов в час она вот вырабатывает сколько? 40 часов в неделю, как обычно, и оттуда, пожалуйста, 23% уходит на... 23,5. 23,5% уходит на оплату налога. Да. Что, может, ты мне что-то задашь? Вопрос какой-нибудь? Я не подготовила вопрос. Ну вообще ничего было, у меня приходит в голову. Ну а тем, расскажи тогда, наверное, все знают, кем ты работаешь, но расскажи, кем ты работаешь и какие у тебя планы на дальнейшие там хотя бы полгода. я работаю в доставке, в доставке дурдаш. В месяц у нас получается на доставке заработать где-то в районе 4 тысяч долларов в месяц. За 4 недели. Ну там по тысяче в неделю, грубо говоря. Чистыми там, ну давайте округлим, пускай будет 3,7 тысячи долларов в месяц. По поводу, кстати, растраты, я тебе потом вопрос задам, мне просто интересно, знаешь ли ты наши растраты или нет. Так что можешь сидеть вспоминать. Вот. Я сейчас работаю в доставке, мне это не нравится, потому что, ну мне не нравится, мне надоело. Когда мы только сюда приехали, я прям горел, мне прям нравилось, деньги, зеленые бумажки, прям вау, надо зарабатывать. А теперь мне это уже надоело, я хочу что-то новое, но опять же, что-то новое искать. У меня образование есть, но я по образованию никогда не работал, и поэтому, ну, это моя ошибка была. Учиться на что-то новое в плане программирования, чтобы быть там айтишником, у меня нет на это времени, просто я сейчас не могу выделить время на то, чтобы не работать и учиться. То есть нужно все равно работать продолжать, а это как бы одно другому мешает. сейчас я учусь на CDL, на получение коммерческих прав для того, чтобы возить грузовик. Посмотрим, я не знаю еще, буду я ли работать на грузовике, скорее всего, буду, потому что мне это сейчас интересно, я начал учиться, и мне стало интересно. сначала получусь и дел, посмотрим, как рынок пойдет, потому что рынок сейчас в грузовиках тоже не очень, и как бы идти, уезжать в рейс, да, там на 2-3 недели, уезжать из дома, чтобы добавку получить в неделю там 200-300 долларов, ну, это, я думаю, не очень. Ну, конечно. Надо как бы ехать туда, чтобы зарабатывать уже, ну, как минимум в полтора раза больше, не в два, но в полтора раза больше точно можно зарабатывать в неделю. Вот. Вот моя работа такая. Расскажи мне, пожалуйста, какие у нас ростаты в месяц? Ну, я точно знаю, что мы платим рент. Это тысяча полторы, наверное, выходит. Ну, с учетом коммунальных коммунальных слуг. Ну, а я отругляю. Не, не надо отруглять. Точно я не знаю. Точно я не знаю. Ну, полторы, да? Ну, хорошо. Пускай полторы, но это не полторы. Я могу перечислить за что, но я не знаю точно. Ну, это полторы ты много сказал. Ну, тысяча четыреста пятьдесят. Не. Тысяча четыреста. Ну, уже ближе. Мы тысяча двести платим за жилье, и по билам у нас выходит в среднем сто пятьдесят. Ну, тысяча триста пятьдесят. Ну, я чуть-чуть округлила. А еще какие у нас есть? Потом страховка на машины. Угу. Ну, это я не знаю, сколько. Страховка на машины, на две машины вышла, мы сразу оплатили по полгода, это по пятьсот долларов на две машины. Самая дешевая, самая простая. Ну, да. Ну, вот. Страховки мы платим. Потом интернет, который у нас в телефоне, там плюс за телефоны кредит. Ну, там, около двухсот долларов. двести один девяносто восемь. Ну, я угадала. Что еще? Что еще? Ну, там, бензин. Не знаю, это все, что я предполагаю, что я знаю. А, адвоката мы платим. Вот, мы еще платим адвоката. Сколько? Тысячу в месяц. Тысячу в месяц. Когда у нас последний платеж? В мае. Молодец. Это выучит, да. На этом все? Ну, я... Из обязательных платежей? Из обязательных, но мне кажется, еще я двадцать долларов плачу за тренажерный зал. А, ну, это твой обязательный платеж. Ну, да. А, за садик. Ну, за садик я плачу. За садик это у нас столько с этого месяца, грубо говоря, мы начали платить. Я плачу. Молодец. Плати. Да, по растратам выходит много, и учитывая то, что мы, как бы, получаем помощь от государства, мы, как бы, не тратимся на еду. Но вот этих растрат, которые просто на то, чтобы жить где-то, на то, чтобы ездить на машине, этого хватает, ну, как бы, нормально накапливается. То есть, поэтому четырех тысяч мало. Мы, как бы, предполагаем, что уже летом мы перестанем получать помощь от государства в плане покупки еды, там, кэша и так далее, и оплаты садик. Поэтому нужно куда-то двигаться дальше и какой-то жирок нарастить. Потому что, как мы наняли адвоката, жирок перестал расти, потому что этот жирок весь уходит адвокат. И так, только хочешь что-то отложить, раз колесо пробьешь, минус там 150 долларов, и все, уже нет нас. Ну да, то есть, здесь все стоит денег. Какие-то резки, какие-то вот незапланированные траты, что-то починить, что-то сделать, а ты машину починил. Да. Тоже как бы это минус. Ну, на самом деле, здесь стоимость самого товара, самых вещей, она относительно, ну, небольшая, она обычная. Но стоимость услуг, чтобы тебе это кто-то сделал, работа сама, она стоит невероятно много. То есть, сравнивая с Россией, ты там за 15-20 долларов в России, ты можешь там всю машину себе отремонтировать, грубо говоря, пойти там в гаражи к дядьке, и он тебе все сделает. За 20 долларов. А здесь ты за 200 долларов не сделаешь ничего практически. Ну да, только посмотрят тебе. Посмотрят, скажут, ну, покупай, иди там что-нибудь новое, причем покупают все сразу в сборе, все уже сразу вмонтировано там и так далее, просто меняют деталь полностью, они ремонтируют ее. Еще подберут деньги, как будто ремонтируют. Вот такой вот в общем тут бизнес. Ну, а также там сделать маникюр, пеникюр, женские все дела. расскажи, кстати, про женские дела. Сколько здесь все стоит? Ну, я маникюр делаю за 60 долларов, ну, плюс это еще нужно дать на чай. Как бы здесь это обязательно. Здесь как бы без этого нельзя. Вот. Педикюр, я не помню, тоже где-то 70, 80. Да, 70-80, думаю, где-то так. Потому что я так всегда в комплексе все дела, оплачиваю. Бровки, бровки. Бровки, ну, я первый раз делала бровки, но там три в одном, если ты там делаешь ламинирование. делала, да? Нет, три в одном, это если ламинирование, потом тинт, это тонировка, и коррекция. Тоже. Коррекция-то выщипать? Да, я не помню. Ну, около 50-60. Ну, короче, грубо говоря, все по 50, можно так сказать. Ну, по 50, по 60, по 70. Да. Вот, ну, это не говоря уже, там, если тебе нужно что-то с волосами сделать, либо что-то, если с лицом, там какие-то там чистки, пилинги, это я не знаю, но тоже это, как бы, брелить уже стоит. Это сразу нужно другую работу искать, как это сделать. Или, да, может заставлять работать больше. Да. понятно. Скажи, какие планы на 24-й год? На 24-й год планы? Ну, по поводу работы я даже, честно, не знаю, хотела бы я ее поменять или нет. Я бы хотела, чтобы мне платили побольше, но, наверное, пока, может быть, я осталась на прежнем месте работать. Вот. Это тоже нужно как-то разговаривать с директором и обсуждать. Вот. Это как бы сложновато для меня. Ну, хочется начать учить язык, потому что с языком у меня... Как у тебя дела, кстати, с языком? Ну, с языком у меня плохо дела. Вот. И надо что-то с этим делать. Но плохо ты понимаешь, что тебе говорят, и не можешь ответить, либо ты просто психологически стесняешься ответить? Нет, я как бы, я могу сказать, я могу там понять что-то. Но иногда они настолько быстро говорят, что я когда вроде только начинаю понимать, и у меня в голове только складывается... Ты то перевела, а вторая уже не услышала, да? И у меня складывается ответ, и я пока начну отвечать, а уже как бы... Уже они что-то еще рассказали. Шанс упущен. Да, вот. Либо они начинают там... Ты им начинаешь отвечать, и они такие вроде понимают, что ты их понимаешь, и они тебе начнут... И все. Короче, для тебя это как просто шум какой-то, да? Нет, я понимаю, что они говорят, но иногда мне не хватает слов сказать. Иногда мне не хватает... Вот ну ты ж не будешь стоять так вспомнить, ну как бы думать. И что-то нужно как бы быстро ответить. Нет, там с родителями я могу что-то сказать там... Как-то там поддержать... С родителями детей, конечно. С родителями детей, да, поддержать разговор. Но как бы не так, чтобы стоять, спокойно с ними там болтать на какие-то отстраненные темы. Как они иногда хотят. Не, ну слушай, учитывая здесь, какой уровень английского у мексиканцев, у тебя уровень английского очень даже хороший, я думаю. Потому что мексы, они как бы, если они попадают, они сразу в мексиканский район, и там вообще как бы английский не учат, даже не пытаются. Ну да, ну да. В этом плане, ну, я думаю, все будет нормально. Ну, мне еще как бы, может, повезло, что я работаю, что у меня как бы девяносто где-то пять процентов детей это американцы. Ну да. Поэтому у тебя дети сейчас начинают разговаривать по-русски. Ну да. Не без этого. Учишь русскому язык. Не без этого. Ясно. У меня пока, я ничего не помню. Не, ну может, там в планах какие-то еще поездки у нас наконец-то начнутся, потому что хотелось бы куда-то ездить. Куда-то ездить, хочется во Флориду поехать. Да. Нет, хочется, потому что здесь мы когда приехали, все казалось таким, вау, все такое интересное, все такое красивое, везде все такое ровное. Ну прям, все идеально было, но все равно было немножко розовые очки были. А потом приходит первый счет за платную дорогу? Нет. Даже не об этом. А, ну тебе нет. Не говорим про это. А мне, да. Нет. Мне когда пришло, у меня сразу все, мне этот Нью-Йорк уже не нужен вообще. Нет, я про другое тебе хотела рассказать. Вот, все кажется таким идеальным, потому что я еще не ездила за рулем. Ага. Сейчас я езжу за рулем и дороги не такие идеальные уже. Как оказывается, да. Как оказывается. Может, они испортились после того года? Не знаю, уж мы их испортили. Ну их нет, но, блин, они в том году не прям в дорогах. Нет, когда я ездила в мае на работу, знаешь, оно все так вот, прям летишь, да, ты вот едешь. Сейчас что-то объезжаешь, что-то везде. А когда я объехала колесом, я вообще стала это еще больше замечать. Байден, почини дороги в Филадельфии. Вот, и раньше их как-то чинили, да, раньше, посмотри, какие-то машины были, что чинили. Может, сейчас на сезон, и они все портятся. Может, они их клетку как-то начинают чинить весной лет. Ну, как везде. Не знаю, но сейчас мне не нравится. Дороги ужасные. Потом все одинаковое. Все одинаковое. Здания одинаковые. Все однообразное. Магазины все одинаковые. Все такое... Да, все ухоженное, все красиво. Но все однообразное. Ты куда бы ни приехал, тебя ждет одна и та же картинка. Вот когда мы ездили в Поконо, как будто мы просто там 10 миль от дома отъехали. Все то же самое. Молы все точно так же, развилки, дороги, машины, люди. Но, кстати, машины нет. Машины там более такие деревенские. Бьюики, пикапы, шевроле. Мы же смотрим на вид, как бы, а не на машину. Поэтому, может, нужно вот именно ездить в другие штаты, там может что-то другое. Там может какие-то другие места. Либо ходить в какие-то места. Да, потому что как-то картинка вообще не меняется. Ты вот... Да, даже фильмы смотришь, там все то же самое, что и сейчас. Да, это прямо оно все под копирку. И прямо стало это очень сильно замечать. Хотя, как бы, фильмы, да, даже там 2000-х годов. Да. Один дома, когда ты смотришь сейчас, и такой, типа, да вот же, на соседней улице снимали. Да, хотя это вообще Чикаго. Понимаешь? Да, и хотя, как бы, прошло уже почти вот сколько-то. Да, 30 лет уже, да. И ты начинаешь вот такое вспоминать. Ой, там, а я там даже в Питере не была. А, да. Красиво. Ну, как бы, в такие вот моменты ты начинаешь там в Инстаграме даже смотреть, вот, как там, ну, в России, там, в других городах, там, в Москве в той же, да, все так красиво. Ну, да, есть индивидуальность. Да, а здесь... У города есть индивидуальность, а здесь все одинаково. Что по стандартам? Вот есть стандарт, мы его поддерживаемся. Другого, как бы, ничего нет. Здесь индивидуальность, это только, может, там, вот, в Нью-Йорк, Филадельфия есть свои высотки, да, которые запоминающиеся. Все. А только ты отъезжаешь из центра, одно и то же все. Вокруг все одно и то же. И то эти высотки еще были, когда их там построили, и больше ничего нового не строится. Не, ну, в Нью-Йорке строят. Не знаю. В Нью-Йорке там много чего строится. Вот. Поэтому надо куда-то путешествовать. Ага. Надо поставить себе цель. У меня же нет. Мне пока целей хватает. Ты говоришь, какие планы. Я пока не это самое. Хочется как-то. Ну, ты себе ставишь в планах путешествия. Ну, давай. Хочется. Зарабатывай нам на путешествия. Потому что я так понимаю, что, да, мы сюда приехали, и мы сейчас, ну, какое-то время мы не можем выезжать, а хочется куда-то. Куда хочется? Ты еще тут нигде не была. Я в Париж. Ой, смотри, все, бабки появились, можно и в Париж поехать. Нет бабок. Нет бабок. Ну, блин. Ну, хочется. Ну, так, конечно, красиво придумал Париж. Хочется куда-то. Потому что мы даже мир не видели, а как бы сейчас мы ограничены выездом. Я в Турции был и в Мексике. Вау. Все. Считай, везде побывал. Ну, да. Мексику может с другой стороны увидеть. Тебе не хватило это, да? Вспомни, как мы не могли ничего покушать, купить, потому что... Ну, с едой проблема. Ну, с едой, кстати, и здесь. Как бы, если куда-то идти, там, в кафе, в рестораны, да? Ну, мы особо не ходили. Но все равно сервис не такой. Такой сервис. Мы приходим, кушаем за две минуты еду, все. Мы ее дольше ждем, чем мы ее едим. Ну, вот даже как-то подача, вот такое. У нас тоже много, знаешь, разных было мест, там, да? Каких-то красивых, таких индивидуальных. Здесь тоже все так как-то однообразно. Ну, потому что мы еды не были, по сути. Ну, да. Не, ну почему? Вот мне, когда с доставкой там перепадывала какая-то еда из ресторанов, я же домой привозил, в принципе, съедобное все. Но такое же, что мы можем дома приготовить. Ну, такое, но не такое, что... Ну, а что можно в ресторане такого купить, что нельзя приготовить дома? Ну, да. Ну, понимаешь? В любом случае, вырезать не будем. Нет, в любом случае, как бы, поездить... Ты понимаешь, когда сейчас мы не можем себе позволить каких-то лишних растраток. Да. Это сейчас просто нецелесообразно. Это будет как вот эти вот люди, которые там приезжают, как оголтелые бегают там по Нью-Йорку, смотрят, бабки тратят, туда тратят. И все. И они как бы такие, нам Америка не нравится, это слишком дорого. Да потому что вы все берете и тратите. Нужно как бы зарабатывать, нужно нарабатывать, нужно жирок заработать. Да ты у нас в семье тот, который зарабатывает. И тот, кто не хочет ни на что тратить. Я, который на все хочу потратить. Расскажи по поводу твоего шоппинг-эддикшн, по поводу твоей проблемы. Да, я все тратю. Я все покупаю. Когда я приехала вообще... Ну, потому что мы приехали, у нас ничего не было с нами. У меня до сих пор... Вот шорты, пожалуйста. Три года, четыре года я, по-моему, уже в них хожу. У меня все было. Я когда сюда приехал, у меня полный чемодан моей одежды был. Ой, пол чемодан. Целый пакет. Целый пакет с одежды, которого мне хватило в ло. Да, мне сразу захотелось. Мне нужна обувь, мне нужна сумка, мне нужна какая-то одежда. И то я к весне начала покупать. Потому что ты работать начала, первая зарплата получила, все. Да, да. И вот сначала я прям так скупала все, что это увидела. Вау, понравилось. Сейчас я уже смотрю более так, знаешь, уже смотрю. Нет, мне это не надо. Это мне не надо. Это мне тоже не надо. И уже как-то я приостановилась. Спасибо. Спасибо. Я теперь уже не так покупаю. Но как ты считаешь, сейчас вот новые покупки, вот, допустим, там, телефоны мы купили, одежду покупаем, там, бижутерию или еще что-то, приносит столько радости, сколько это, когда мы делали это в России? Нет. Вот я тоже хотела об этом сказать. Здесь теряется ценность этого всего. Да. Очень теряется, потому что вот, ну, в России купить, да, телефон там 15 Pro Max, и здесь купить телефон 15 Pro Max, ну, здесь это просто как бы, ну... Пойти и купить телефон. А в России это ты копишь, там либо кредитик берешь. Да, да, да. То есть это занимает время. И даже когда, мне кажется, ты куда-то придешь этим телефоном, ты как бы его... И у тебя увидят, что у тебя телефон как бы новый. И здесь как бы на это даже не посмотрят, какой у тебя телефон. Хоть ты там придешь с 11, хоть ты придешь с 15, как бы, ну и ладно. Да, то есть утеряна вот эта вот изюминка, когда ты что-то идешь себе покупаешь, даже из одежды, к примеру, кроссовки те же самые. Я помню, как мне так нравилось покупать себе кроссовки, потому что я их покупал раз в полгода. Они уничтожались, я новые покупал, и у меня, во-первых, такое удовольствие получало, то, что у меня новые кроссовки, я в них хожу. Теперь Надя мне надарила кроссовки, я там еще какие-то кроссовки потом покупал. Ну, вообще... Ну, и теряется, ну, бренды, да. Ну, мы такие как бы особо бренды не попали, но все равно там Nike, Adidas, такое все, что у нас это было как бы вроде как... Да, когда было круто. Да, а здесь как бы... Здесь об этом все ходят. Все ходят в этом. Просто вот все ты смотришь, у всех они, там, дети, взрослые, как бы... Как у нас все ходят там в каре, грубо говоря, купленные. Да, здесь все ходят в Nike. А здесь ходят все в Nike, либо в Puma, либо в Adidas. Поэтому как бы тоже такого как бы нету, что это прям... И люди как бы на тебя, они не смотрят на тебя как бы в чем-то одет. Тоже как бы... Здесь хоть ты оденешься там в бренды там пойдешь, хоть ты оденешься просто. И как бы тебе будет одинаково. Вот это, наверное. Да даже, мне кажется, не в красоте. Просто они одеваются так, как им удобно, так, как им хочется. В пижаме это красиво. Мы когда только приехали, мы идем в Walmart. У нас рядом с отелем был Walmart. Мы заходим в Walmart, и там люди в пижамах. Да, дети как бы как бы... В пижамах зима. Минус 8. Люди в шлепанцах, в пижамах. Мы такие, как вы вообще добрались до машины и добрались... Вышли так и... Да, как они вышли, так и все, приехали. Может, у них там гараж, так что они спустились в доме и поехали. И спокойно вообще детей погрузили. Ребенок там шестимесячный просто вот в нательном комбинезончике. У нас бы он был просто... Да, с шапкой совсем-совсем-совсем. И как-то мы стали проще тоже относиться, как и Ваню одевать, мы уже проще стали, полегче. Поэтому как-то... Ну, они здесь проще ко всему. Вот расскажи мне, у меня еще такой вопрос есть. Что тебя удивляет в американцах? Я не знаю. Но они такие же люди, как и мы. У них нет такого... Две ноги, две руки? У них нет что-то такого прям сверхъестественного. Мне кажется, они более... Ну, опять-таки, на людях, да, они более спокойные. Вот они ко всему относятся спокойно. Да. То есть они идут с ребенком... Вот мы даже вчера были в Костках. Идет мужчина, женщина и ребенок. Идет весь в слезах, папа идет. Ты дома там еще там получишься. Ну, понятно, это наши идут ребенка. У них дети... Нет, ну ты же объяснишь, что они говорили просто по-русски. По-русски говорили, да. Да, ты еще дома сейчас выходишь. Поэтому мы сразу поняли. Если ребенок идет, плачет, и родители такие покер-фейсы, типа, идут им наплевать, это значит русский. Потому что американцы... Нет, у американцев даже дети не плачут. Они как-то... Я не знаю почему. Как-то да. Они вот... И они такие, что они ходят, они просто все ходят. Все трогают, все смотрят. Говорят, типа, не надо. И они такие... Да, и либо... Или они продолжают, и родители просто идут как бы заниматься своими делами. То есть они как-то проще к этому всему относятся. Да, и может, они там дома их ругают. Может, они дома там на них так же кричат, как и мы. Ну все же, ну как-то они... А с ними разговаривают. Да, на людях... И они идут и разговаривают просто там. Они идут это там, обсуждают, все говорят. Ну, знаешь, как бы с нашим тоже идешь и разговариваешь вроде так же. Но ничего не получается. Потому что, не знаю, может... Мужики. Да. Поэтому они как-то вот такие спокойные. Вот у меня даже на работе есть мама и девочка. Она приходит за ребенком. Девочка из садика маленькая, там где два года, она уходит 40 минут из садика. Она, то есть, пойдет, посмотрит там аквариум. И мама стоит ее вот так вот и ждет. Он говорит, пойдем домой, пойдем домой спокойно, пойдем домой. И пока девочка сама не выйдет, она еще скажет, скажи бай. Пока она не скажет вот так что-то хотя бы бай, она не уйдет. И мама 40 минут стоит спокойно, ждет. И мы. Быстрее, быстро. Ну что так, миленько, быстрее, быстро. Да. Ну да. Мы более вот такие вот... У нас этот самый как-то мы... Так же у них рабочие. И так же у них в работе. Как же вот это много раз смотрели, типа, в этот... Типа, почему русские всегда торопятся, почему они бегут всегда? Да. Это все-таки, ну, оказывается... Как на работе, да? Вот я когда в банке работала. Быстро, 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 быстро. Каждый клиент быстро, быстро, быстро нужно. У нас там, у нас даже была там табличка, там, сколько тебе на каждого клиента, там, три минуты или сколько. И ты должен был уложиться. А тут мы пришли, когда оформлять какие-то документы. Она пошла, села, там, воды себе налила, вот так вот села, включила компьютер, что-то там посмотрела. А там очередь, как бы так же, все по талонам, все ждут, там уже очень много людей. Но они... А потом она нас приняла, сидит, она что-то там спокойно изучает. Это не значит, что качество работы лучше, если она тратит на это больше времени. Да, просто... Это абсолютно... Это вообще не так. Они вот такие, вот, они не торопятся никуда. У них все спокойно. Не знаю, может, они что-то принимают. Но в моем саду точно. Здесь нелегально. Родители в нашем штате, да. Да. Меня... Скажу, что меня удивило в американцах. Они любят очереди. Они обожают. Да, они любят в них там стоять, разговаривать, общаться. Просто стоять любят. Они вот видят очередь большую, они такие, надо встать. Потому что мне это не нужно, но я встану. Да, это тоже... Если мы видим очередь, там, три человека, мы такие, да нафиг нам это надо, мы сейчас отъедем, там, за пять минут доедем до другого места такого же, и там встанем в другую очередь. Да. Ну, типа, мы не будем стоять, а они здесь, они видят, там, десять человек стоит, там, пятнадцать уже на улице очередь. Да. Они такие, встану, будем стоять ждать. Да, еще будут стоять, разговаривать, общаться, потом... Ну, между собой, может, и не будут, но просто там... Не, ну, это если вот магазин, такие, да, одежды, либо там такое... Ну, в магазинах, вспомни, там, в каждом магазине есть такая змейка, чтобы вот так стоять, ну, где товары, торгите, допустим. Да. И ты, типа, там, две или три кассы работают, и все вот так вот в эту очередь выстраиваются. Там из шести касс, три кассы, которые работают. Да, никто не позовет там ничего. Никто никого не позовет, ну, и тут такой, наверное, культуры нет, чтобы типа, халя, иди там кассу открой, такого нет. Ну, да, да. И время же у них есть. Да. Мне кажется, у нас только времени нет. Да. Мы всегда быстрее, 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 быстрее. Да, потому что мы хотим побыстрее закончить дела, прийти домой и вот. Да. Ну, мне кажется, они так же приходят и так же сидят, и так же отдыхают. Просто они как-то спокойнее как-то... Ну, да. Еще, может, какой-то у тебя есть вопрос ко мне? Потому что мы уже записываем очень долго, и я думаю, пора бы закругляться. Я думаю, что, наверное, вы, в принципе, все определили, что мы хотели на сегодня. Дорогие подписчики, если у вас есть какие-то вопросы ко мне либо к Наде, напишите, пожалуйста, это в комментарии. Если этот формат зайдет, то мы снимем еще одно видео, ответим на ваши вопросы, ну и... Мы как-то сильно только шепеляем. Шепеляем? Ты с зубами, что ли? Да. А я снял зубы, я специально снял. А что ты мне не сказал? Так не видно, что ли я без зубов? Нет. Ну, потому что я, да. А я шепеляла, мне даже ее поняли. Не, нормально. Нормально, на самом деле, я ее не заметил. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, обязательно дайте фидбэк, потому что, ну, нам продолжать это снимать или не продолжать. Вообще, как вам понравилось или нет. В общем, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok